Книга «Открытым оком», том 15, тема работа, вопрос 2951. «Вы как-то, отвечая на вопрос, какие специальности считаете ненужными, сказали, что специальность историка вами не приемлется с восторгом. Так что же мне теперь делать, если я преподаю историю и готовлюсь защитить диссертацию?» Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. «Я же не диктую вам условия, но даю мое видение этого ненужного никому предмета. Кроме того, я знаю очень многих историков, и ни одного нет неповрежденного. Все они тупые, ленивые, любят выпивать и ничего не умеют производить. Если же что-то умеют, то научились тому уже потом». Закончив иные факультеты, получив дельные специальности, каменщика, юриста или врача, историки все паразитируют за счет чьих-то трудов. Там они роются, выковыривают, перетолковывают. И совместить с нынешним никак не могут. И ничему от этой истории не учатся. С Лениным в башке. «Даже обратившись в христианство, они так и остаются немощными. Сонливые, брюзгливые, безвольные, под женским каблуком. Если у нас такие были в общине, то они отгнили, и это совершенно естественно». Можно видеть не столько из древних историй, как мы сказали, сколько из дел, преступно совершаемых, пред вами злобою недостойно властвующих. Притом почти каждый правитель пытается менять не только историю, но и ее освещение и трактовку. Есть одна истинная история, и она описана в Библии. 2 Маковейская, 2.33. Итак, в связи со сказанным начнем теперь повествование. Ибо неразумно увеличивать предисловие к истории, а самую историю сокращать. Исторические факультеты с современными их программами обучения должны бы быть ликвидированы. 1 Ездре 4.22. К чему допускать размножение вредного в ущерб? Если не хотите, чтобы ваши дети были паразитами и забивали бы головы своей пылью, то учите их настоящим специальностям, без которых трудно прожить. Сирахова, 38.30. Сын мой, продолжение жизни испытывай твою душу и наблюдай, что для нее вредно, и не давай ей такого. Уже в ребенке с самых малых дней любимая так ластится к нему, где кукла милая, обнявшись, спит он с ней, а как любовь родилась, не пойму. Во вкусе каждого природном, изначальном, неизъяснимом даже дикарю, срабатывает зов, велит крутой начальник, распахивает сердце, вплываешь, как в зарю. Любовь – привязанность к приевшейся привычке. Мы с ней срослись так часто не к добру. Утерянную соску плача ищем, с тревогой озираемся вокруг. А то любимая нередко так вредит. Последствия той дружбы колоссальны. Наш шаг, полшага мы не видим впереди. И бросит жалко, отчего устали. Задача старших верующих братьев, задание для опытной сестры – дурное высветить, чтоб не могло пробраться, бедою черную в исходе не накрыть. Зачем распространяться о добре, когда оно в телах и в душах живо? Нам главное – предохраниться впредь, не напороться на свое же шило. К любви Христу, к посланцу и Еговы. Нам день и ночь взывать всем совокупно. Мы не избыли прошлого оскомин. И снова за бесценок тоже купим. А надо выпросить неповрежденный вкус, неискалеченный бы навык, чтоб не выбрать зло. Любить нетленное, что возлюбил Иисус, что им отвергнуто пустить тотчас на слом. Писание евангельским настроем помажет очи, зрение исцелит. Веленье духа бдительность утроит, избрать небесное, всем сердцем полюбить. 2 февраля 2006 год, Игла.